что такое представлял себя шлюз? опять-таки мы с вами видим это штатское водохранилище на дне которого сейчас находится Иванозеро вот как бы на плане начала 19 века хорошо виден само Иванозеро оно вот расположено вот само Иванозеро план его да а это рукотворный канал ну просто здесь видите план неправильно развернут он вот север вот так вот здесь находится и вот как бы вот сам Ивановский тот самый канал который был порожен вдоль русла шата и вот первый шлюз обозначен здесь непосредственно на территории этого канала но как сооружались сами шлюзы это были опять-таки выбиралась петля дона или шата очень удобный для строительства вот выбирала скажем петля дона она спрямлялась в одном месте ну естественно шва баллы от обоих сторон там где предполагаться располагать шлюз сам канал сужали до размеров шлюза сам шлюз представлял себя каменный ящик ну как описывает путешественник начала 19 века этот ящик был каменным он состоял из трех рядов параллельных стенок рустованного известнякового камня размеры шлюза были примерно 40 на 12 метров и такой шлюз имел двое деревянных ворот вот они ну сам принцип того как опять-таки почему обычно такие шлюзы строили на сухом месте и здесь как бы делалась такая вот полушлюзка так называемый для того чтобы перекрывать воду в старом русле дона или шата и вода могла сам текла непосредственно уже по рукотворному наморозу через через шлюз по весне когда максимально была опасность для такого рода сооружений сказать ворота верхние ворота шлюза закрывались открывался полушлюз и вода текла по морозу избыточная вода огибая непосредственно сам шлюз ну нужно ли рассказать о принципах шлюза как это все система действовала просто ворота регулировали уровень воды постепенно суда либо понижалась по уровню воды либо за счет шлюзов постепенно шаг за шагом повышалась таким образом как бы скать происходил постепенно постепенно искать понижение и повышение искать уровня воды в шлюзах и две сутки передвигалась на то необходимой глубине которая была задана непосредственно техническими условиями строительства канала ну надо сказать о том что после того как ну приезду петра 1 2 февраля 2003 года на ивановском канале уже было построено хорошо углублено и расчищено обваловано иван озеро было построено первых семь шлюзов надо сказать о том что скрыть в 1701 году в 1707 году было построено уже 24 шлюза и как бы основная речная система была в принципе готова мы поскольку дополнительно неизвестно в архивных документах но тем не менее сохранились сказать свидетельства современников и более поздных документов что в 1707 году по весне поталой воде была существовала первая и единственная проводка 300 судов через эту ивановскую водную систему к этому времени надо сказать о том что действительно было построено уже 24 шлюза которые позволили по поталой воде осуществить вот такую проводку судов но надо сказать о том что первый удар по строительству канала был нанесен полтавской битвой на сказать при перед этим от сказать что в мае месяце 1709 года английские и голландские инженеры и строители были петром первым рассчитаны им было выплачено жалование они отпущены на родину то есть считаю что в принципе в принципе строительство основного канала было закончено однако случилось спустя два месяца в июле 1709 года знаменитая полтавская битва и которые шведы потерпели страшное поражение и поскольку до этого достаточно был неятельный исход войны между швецией и россией поскольку в 1707 году россия потерпела страшное поражение под марвой первое поражение в этой войне в северной войне то петр первая продолжила активно развивать вот эту вот линию развития внешней политики и стремление на юг а вот теперь полтавская битва паскать дала возможность петру первым переориентировать свою внешнюю политику теперь вот этот вектор южный на заколебался теперь его больше интересовала прибалтика его интересовали северные земли и выход к балтийскому морю но строительство канала ныне было не закончено столько было вложено сил энергии средств столько было положено сказать человеческих жизней на строительство вот этих каналов и шлюзов что строительство не закончилось оно продолжалось но тут случилась известная в 1711 году прудская трагедия как еще называют наши советские историки прудская катастрофа напомню что в 1710 13 годах была война между турцией и россией когда в 1711 году в июле месяце 50 тысячная армия петра первого была окружена 2000 200 тысячной армии турков и положение русских было отчаянным у них кончались продовольствия у них кончалось боеприпасы помощи было ждать неоткуда и турки наставили только на одном на полной сдачи и капитуляции русской армии на сказать что петр первых ушел в этот поход совсем своим ближайшим двором со своим окружением со своей будущей императрице екатериной первой тогда еще пока не официально женой его и положение было настолько аховым что петр первый готов был пойти на крайние меры он писал в сенат из вот этого сена искать трудского лагеря что если я попадаю в плен в они не должны слушать никаких моих новых указов вы должны выбрать себе нового царя то есть нужна какая была паника в то время чтобы подкать понятие действительно тут рогин ситуации он был готов пойти на самые страшные условия а отдать себя сказать свое приобретение в прибалтике позазволить карлу карлу двенадцатому вернуться из турции в швецию сказать и отдать все южные завоевания которые были связаны с послескать с взятием азова и расширением русских границ на юге то есть ну велись тяжелый трудный тяжелые переговоры даже драгоценности екатерины первой пошли на подкуп турецких турецкого визиря его окружения но тем не менее сказать удалось отстоять чтобы сказать карлу двенадцатому решили разрешили вернуться в тур из турции в швецию ну а стоять в северной провинции но тем не менее судьба южного вектора русской политики была печальной страдо таким трудом и огромном скотину вложением сил и средств строившейся в воронежской флотилии по итогам прудского мира 1713 года была уничтожена часть седов сожгли часть продали туркам но тем не менее воронежская флотилия практически перестала существовать город азов и строящийся до крепости таганрог будущие русские верфины на азовском море также пришлось отдать противнику то есть отдать туркам срыть все укрепления и граница русского государства отодвинулась обратно на север так где она была и до азовских походов петра первого все больше практически к вот южном веку своей политики петр первый больше не возвращался само строительство канала и сама сущность его сама идея стала ненужной теперь петр первый был устремлен своими взорами на север на приобретение прибалтики на строительство петербурга на зарождение и развитие балтийского военного флота таким образом сама сказать вот второй сильный удар который был нанесен ивановскому каналу был сделан именно вот в результате этого пруцкого похода однако к тому же в это время выяснилось еще одно свойство технического порядка оказалось что даже представитель 33 шлюзов вот на этом двусот двадцати пяти километров в речном пути не хватает для того чтобы содержать нужное количество воды по глубине чтобы могли проходить сюда то есть канал мог функционировать только очень краткое количество времени прежде всего по талой воде по весне когда на максимально стоит вода в реках это видимо после 1707 году таких годов больше не оставалось и собственно говоря сам технический канал оказался не работоспособен однако надо сказать о том что настолько была вложена силы средств что даже неудачи семьсот одиннадцатого года даже то что воды не хватало в канале не останавливает петра первого хотя конечно же работа велись не с тем размахом не так интенсивно как до этого но тем не менее искать работы продолжались но надо сказать о том что матвей пирожич гагарин покидает строительство этого канала поскольку его перекидут на другие важные ответственные посты он становится сибирским губернатором но дальнейшая история не буду рассказывать конечно кончен плачевно в двадцать первом году он был казнен за растраты и казнократства вот но тем не менее как бы вот ситуация была именно такой что действительно канал как бы был законсервирован но ненадолго после 1714 года петр 1 опять возвращается к идее строительство новой воронежской флотилии опять расширяются верфи на воронеже появляется тавровское адмиралтейство то есть южный ветер потихонечку оживляется и начинается новый виток дальнейшего внимания к ивановскому каналу в 1717 году петр первым именным указом поручает адмиралу федору матвеевичу апраксину заново составить чертежи всех шлюзов которые были построены на дану и шату он также сказать попросил апраксина осуществить новые промеры новое обследование с кати самой ивановской водной системы и лично доложить о том какие необходимые мероприятия чтобы этот канал данного начала работать мы не знаем чем закончилась эта история поскольку в архивах так сказать наших архивов до сих пор не сохранилось документов или мы просто их пока еще не нашли связанных с этим сюжетом но тем не менее в 1720 году строительство полностью останавливается почему это случилось почему на 720 году к сожалению не историки 19 не историк 20 года объяснили пока найти не могут но тем не менее сказать было столько вложено сил и средств в этот в эту стройку что те материалы те объекты которые были сделаны построены они охранялись и времена екатерины первой и анны иоанновны сказать специальные сторожа охраняли от местного от местного населения те запасы строительных материалов тот тот те известняковые блоки тот тесный строительный лес который остался от строительства иванских каналов и охраняли непосредственно сами сооружения ивановской водной системы то есть сами шлюзы надо сказать о том что действительно со шлюзов были демонтированы ворота имевшие медные подпятники ты представляешься большую ценность с точки зрения того периода времени они были складированы в епифане специальном помещении на территории епифанского острога и там хранились но как бы искать потом судьба их нам неизвестно но в 1933 году и анна иоанновна издавал приказ о том как чтобы те сохранившиеся корабельные материалы которые могут быть исполнен в корабельном строительстве были переданы в тавровское адмиралтейство тавровскими ватесах находится также реки воронеж нелегко от самого города воронеже там также продолжали строится суда а оставшиеся материалы употребить поискать для пользы отечества насколько эти эти указания были выполнены мы с вами не знаем но тем не менее вот такое пожелание было но иное отношение к ивановскому каналу оказала наша великая императрица екатерина вторая вот она действительно очень заботилась и являлась занималась попечительством ивановскому речным водным путям россии но и решила вернуться к идее ивановского канала с этой целью в 1763 году на иван озеро была послана экспедиция академии наук во главе с профессором тавием егоровичем умовицем которые должны были еще раз обследовать посмотреть на ивановскую водную систему посмотреть на шлюзы посмотреть на сохранность с тем чтобы определиться что делать с ней дальше вот итогом такой работы стала вот такая создание такой карты с подробнейшим перечнем и переноскать описанием каждого из шлюзов которые осмотрели вот это искать как комиссия экспедиция академии наук но нас хотят в том что к 1063 году уже значительная часть шлюзов была разрушена талой водой там и водами часть шлюзов уже были приспособлены под мельницы поскольку и мерницы и шлюзы имели примерно одно и то же техническое устройство но тем не менее комиссия так и не решила что делать с этими шлюзами дальше интереснейший важнейший момент вновь был упущен но надо сказать о том что действительно даже на картах конца 18 века на межевых планах уездных мы с хорошо видим как видны вот эти вот сказать канавы которые даже на картах крупных трехверстового масштаба мы видим с вами вот эти вот участки канализации которые сохраняли свое течение и значение даже на картах топограф в конца 18 века ну следующая история следующий сюжет связанные с историей ивановских каналов начинается в начале девятнадцатого века в 1803 году генерал-майор ефим павлович фенкризан который в это время возглавлял тульский оружейный завод обратился петруника никого петрович у равен графа никого петровича ромянцу который в то время заведовал комитетом по водным сношением с тем чтобы сказать соединить во-первых реанимировать ивановский канал как важное средство продвижения с этих купеческих промышленных шлюзов между доном и волгой а с другой стороны хотел соединить не через весь участок упы а через речку кружму и мормышинку упу среди непосредственно недалеко от тулы тем самым то вот этот угол который образует между собой ака и упа вот эту петлю более дальнюю ну чтобы николай петрович румянцев с интересом отнесся к этой идее однако послал генерал-лейтенанта инженера христиана ивановича труссона в 1804 году непосредственно на месте ознакомиться с предложениями вы которые были высказаны туляками и рассмотреть вопрос о том что же можно сделать для того чтобы действительно все-таки запустить этот водный путь эту техническую систему прибывший на место труссон ознакомившись с предложениями посмотрев что себя представляет сама вода система пришел к следующим выводам первое соединение упы и оки между алексином и тувой невозможно оно нереальное поскольку по высотным отметкам по высотным замерам этот нужно было прорыть много 10 метровой глубины канавы что по тем тем временам технически было сделать нереально тем не менее он посмотрел и решил что если продолжить шлюзование и шата и дона то можно этот канал запустить снова нужно было решить проблему воды и труссон нашел техническое решение позволявшее возобновить работу этой ивановской водосистемы поскольку в иван озеро впадает речка белоколодець он предложил на реке был колодець сделать огромный резервуар огромный пруд который по мере необходимости будет спускать воду в иван озеро и соответственно в ШАТ и в УПУ и в ШАТ и в ДОН с тем чтобы можно было наполнять с помощью запасов этих воды ивановской водосистемы по мере необходимости то есть техническое решение было найдено и он даже посчитал количество кубических метров воды сколько было необходимо для того чтобы необходимо было для Ивана озера для одной системы для второй системы то есть такие технические расчеты были сделаны была прикинута смета да она составляет 3 миллиона рублей по тем временам гигантская сумма но Александр первый посчитал что ничего нереального нет и было дано указание Николаю Петровичу Румянцеву эти деньги выделить собственно говоря и собственно говоря начать эти работы в 1807 году деньги были выделены деньги были рассчитаны на строительство на 10 лет было решено построить не менее 10 шлюзов на Шату и на Дону причем последний шлюз предполагалось построить аж под Донковым достаточно глубоко ниже по Дону чем предполагалось начале 18 века однако как говорит наша пословица нужно сказать о том что времена повторяются и казна решила отдать вот эту стройку на тендер на подряды ну подрядчики нашлись очень быстро деньги казенные я думаю что кто-то связывается с современным тендерами меня поймется полуслова тут же набежали подрядчики местные купцы которые начинал началась конкуренция начали сбивать цены естественно за те суммы которые были в итоге выиграны нормально сделать работу по строительству шлюзов было нельзя поэтому уменьшали количество рабочих экономили на стройматериалах отдавали эти заказы субподрядчикам в итоге естественно начиналось строительство самого канала как писали современники эти шлюзы текли они были сделаны плохо их мы в полу стран всего успели построить три к тому же именно в этот период времени в 1809 году произошла смена руководства и новым директором водяных коммуникаций россии стал пресс георгий петрович гальштейн альденбургский который сказал не ребята ша дальше мы так строить не будем поэтому давайте как мы сначала соберем материал архивные посмотрим для чего канал строили как строили учтем опыт наших предшественников а потом мы решим что будем делать дальше к своему он дал поручение генерал-лейтенанта пухтину сделать эту работу но к сожалению за три года не удалось выявить сколько сколько маломальских документов которые могли бы прояснить историю этого канала ну и это потом конечно отложилось сыграл свою роль действительно на строительстве наших уже на наших исследований поскольку к сожалению действительно технической документации о строительстве канала практически не сохранилось поэтому принц в 1811 году собрал в москве совещание когда который пригласил губернаторов кауги орла рязани тулы и мэров этих городов в том числе представители купечества и спросил прямо ребята а нужен ли нам этот канал будем ли мы его строить это совещание но практически все кто собрался на этом совещании сказали нет нам этот канал не нужен ну тут сами понимаете начались события 1812 года о канале забыли и на долгое время опять судьба канала была неясной но история опять-таки начала повторяться